Сотрудники спецподразделения выводят в наручниках угонщика-рецидивиста из Кривого Рога. 27-летнего преступника и его пособника задержали в Одессе. Третьего участника банды взяли по месту жительства в Кривбасе. На рабочей квартире спецоборудование для похищения элитных авто. За возвращение угнанных иномарок криворовские молодчики требовали деньги у владельцев. А если шантаж не удавался, продавали авто с помощью поддельных документов. В отношении них начато уголовное производство по статье 289 части 3 Уголовного кодекса Украины. На счету криворовских молодчиков минимум 7 угонов дорогих иномарок в Одесской области и около 5 в Кривом Роге. Уголовное производство далеко не первое. В марте этого года похитители элиток взяли на горячем в полицейские Кривого Рога. В нашем городе они промышляли в спальных районах и супермаркетах. На записи камер видеонаблюдения видно, как ведут охоту на владельца дорогой машины. В рюкзаке у преступника лежит специальный сканер, который считывает данные электронного ключа автомобиля. Прибор стоимостью почти в миллион гривен передает информацию на вторую часть устройства, которая находится снаружи помещения, у сообщника. На первоначальных показаниях подозреваемый говорил, что это часть прибора, которая получает сигнал от другого считывания электронного прибора и передает непосредственно этот прибор, после чего взломышленники открывали автомобиль. То есть та часть, которую у нас есть, мы предполагаем, она считывает информацию, называется такая длинная рука. Известно, что угонщики-рецидивисты в прошлом экс-боксеры. Некоторые из них тренировались в спортивном комплексе «Золотой кубок», а также работали в личной охране бывшего депутата горсовета Сергея Заболотнева. На их счету также несколько админ нарушений. При этом одного из похитителей судят сейчас в Центральном городском суде Кривого Рога по фактам угонов иномарок в нашем городе. Тогда, в начале марта, он внес залог в 400 тысяч гривен, которые теперь уйдут в казну государства. 4 березня 2016 року судом відносно одного злочинця обрано запобіжний захід в уголі тримання під вартою з можливістю внесення залогу 413 тысяч гривень. Дії злочинців кваліфіковано за ознаками частини третьей статті 289 Кримінального кодексу. Це незаконне завладнення транспортного засобу за ознаками завдання по терпілому великої шкоди. Каратися з забавленням волі на срок від 7 до 12 років. Сейчас правоохранители проверяют криворовських рецидивистів на причастності к угонам по всей территории страны. Андрей Чечелі, Олег Єрмалинський, Віктор Зубченко. Первый городской.